В Солигорском районе проживает более 32 тысяч пенсионеров. Из них 1104 являются одинокими. У них нет детей, либо дети также стали пенсионерами. Более 5200 пенсионеров являются одинокопроживающими. Одиночество – одна из главных проблем пожилых людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. Социальный работник Чижевического сельского совета Галина Комлик работает в данном направлении уже 25 лет. В настоящее время в деревне Погост обслуживает 10 пожилых односельчан. Среди них и Евгения Фёдоровна Янчик. Отношения между социальным работником и подопечной давно уже вышли за рамки деловых. Одиночество свело двух женщин. Теперь они – одна семья. В 2012 году во время морозов социальный работник пригласила подопечную к себе на зимовку, вспоминает Евгения Фёдоровна. В ту зиму она пришла, я мороз взяла, а я меня так хлянула кровь. Каб она меня не взяла, я могла. Вот тут вот спала она на диване. Я ж плю тут, а я ее этим самым одеялом. Ты меня не накривай, мне ж так горючо, я ж привыкла в прохладе. Кажу, в прохладе была, там бы уже давно б коньки отдала, каб была в прохладе. Я ехать письмо, руку мне сделала. Своих детей у Евгении Фёдоровны нет. Дочерью для неё стала Галина, а внуками – дети Галины, проживающие в городе. Когда те приезжают навестить маму, обязательно проведают и бабу Женю. Они семья, как же иначе. Мы стали одной семьей, да, уже мы столько год общаемся, что мы же одна семья у нас. У нас такая семья, что она без меня не может, я без ее. Если я не пойду день, так и она, как только пришла, она сразу обнимается, ой, где же ты была. У нас еще в общей жизни. Некровные, но семейные узы связывают дочку Галю и бабу Женю. Две женщины преодолели одиночество. Родственность душ, дружба и взаимовыручка – основа их отношений. Не в этом ли заключается суть семьи? К сожалению, не все понимают семейные ценности и обязанности. Распространенная проблема социального одиночества – результат подмены истинных ценностей на ложные. Не секрет, что некоторые взрослые дети в силу различных обстоятельств отказываются ухаживать за своими родителями. Самые частые причины отказа – проблемы со здоровьем, жилищными условиями, либо чрезмерная занятость на работе. Заботливые, любящие родители, вырастившие детей, попадают в статистику одиноко проживающих граждан, нуждающихся в социальном работнике. Исходя из этого, Солигорский территориальный центр обслуживания населения и разработал новый проект – гостевая семья для пожилых. Его суть в том, что социальный работник, да и любой гражданин, может пригласить к себе в дом пенсионера преклонного возраста для проживания и по взаимодоговоренности может проявлять о нем заботу. Пригласить пожилого человека можно на выходные дни, на неделю, на месяц, можно на зимний период, по желанию обеих сторон. Значит, проект работает на безвозмездной основе. Проект дает шанс людям преклонных лет обрести семью, почувствовать заботу некровных, но родных и близких людей. Пример Галины Комлик и Евгении Федоровны Янщик служат напоминанием того, что на самом деле является истинными ценностями. Уильям Шекспир как-то сказал, хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться, гордая спина согнется, прекрасное лицо покроется морщинами, глубокий взор потускнеет. Но доброе сердце, подобно солнцу, оно сияет ярким светом, никогда не изменяется и всегда следует верным путем. Если вы живете в Солигорском районе и нуждаетесь в посторонней и постоянной помощи и в социальных услугах, либо готовы предоставить их нуждающимся гражданам, если вас заинтересовал наш проект, обращайтесь по адресу районный центр социального обслуживания населения, город Солигорск, Козлова, 8. Звоните, приходите, мы будем рады сотрудничеству.